Девушки отдыхают Сегодня довольно-таки февральская погодка Ветерок такой неприятный Но зато какое сегодня число? 26 По народному календарю сегодня Ермолин Если я не ошибаюсь день А там примет очень много Если сегодня, например, деревья шумят Шумят сегодня деревья? Нет? Не прислушивался Если машины шумят, то ждите Вот теплистник опады А если наоборот ясная погода То ничего такого ожидать не стоит Сейчас зима такие, что можно оттепель и снегопады ждать В любой день, в любое время Кстати, с народными приметами Сегодня будут связаны мои вопросы в программе Культпоход, которая начнется ровно через час У нас сегодня будет кинокультпоход Мы сегодня будем говорить о планах кинотеатра Колизе О том, что там было сделано в последнее время К нам придет владелец кинотеатра Андрей Пушкарев Первый лазерный, как говорится, открылся С нового года Я тут общался с несколькими людьми Николай, были, кстати, нет? Нет, пока еще, хотя... У нас билеты-то есть на руках Да, у нас билеты есть, да Телефон, кстати, работает и в первом часе Это дневной разворот У нас в гостях директор центральной диспетчерской службы города Кирова Александр Рыболовлев Александр Рыболович, добрый день Здравствуйте Добрый день Мы тут успели поговорить до начала эфира Работы много, работа кипит Совершенно верно Направлений совершенно как-то даже не представляешь Кажется, центральная диспетчерская служба Она всегда была У нее был определенный участок работы А сейчас говоришь с директором центральной диспетчерской службы Говоришь о таких вещах, которые вроде бы и не связаны Технологии меняются Бигдата Информационные технологии входят в нашу жизнь Цифровизация и так далее Умные остановки, все что угодно Давайте, Александр Рыболович, чтобы нас направить Ведущих и наших слушателей Которые, возможно, будут звони 211-101 Полномочия, напомним, все-таки ЦДС Чтобы не было вопросов там По курящим водителям, хамящим кондукторам Это все-таки не ваша компетенция Хотя жалуются, конечно, в том числе и вам Все жалобы, связанные с работой И со всеми инцидентами на пассажирском транспорте Мы принимаем То есть у вас такой центр Принятия Совершенно верно Телефонные звонки Электронная почта Через сайт Сейчас есть возможность через мобильное приложение писать То есть все Так, так, так Поподробнее, когда появилось мобильное приложение Мобильное приложение Пассажир, которое показывает онлайн-работу пассажирского транспорта Оно-то давно довольно существует А то, что появилась возможность именно туда жалобы Не-не, я по старинке захожу на сайт Мобильную версию ЦДС И там смотрю, где мой автобус Есть люди, пользуются примерно где-то 50 тысяч скачиванием А когда она появилась-то, я что-то упустил из виду этот момент А ты же автомобилист, тебе зачем? Нет, почему? Я в последнее время Тогда понятно Нет, в последнее время Один-два раза в неделю пользуюсь автобусом У меня все уже загружено Да, иначе-то как? Так Есть мобильное приложение? Да, конечно Которое в 17-м году появилось Да Просто я помню, когда мы с вами встречались на эфире Вы обещали, что будет это мобильное приложение Обещали, сделали Обещали, сделали Хорошо Очень хорошая формула 50 тысяч уже людей пользуются Кировчан Но это скачивание Поэтому, как бы, если вот так в продолжение ваших слов Могу сказать, что ЦДС уже 47 лет На самом деле эта служба была всегда И в принципе, как бы, правильно вы сказали, что не нужно стоять на месте Нужно постоянно отслеживать все новые тенденции И так работать над тем, чтобы повышать качество Развивать новые сервисы для наших граждан Ну, Николай Что? Пользователь мобильного приложения Что, Николай? Несколько слов А что несколько слов? Это на самом деле, мы уже и говорили до эфира, понимаешь Когда изменяется вот этот уровень обслуживания Вот, если 47 лет существует Раньше было какое понимание ЦДС? Позвонить, сказать Он у нас там автобус пришел не вовремя Сейчас ты не можешь сказать, что он пришел не вовремя Ты видишь, как он идет Ты смотришь, как он идет Где он идет Где он застрял А абсолютно все единицы транспорта Они запитаны на спутник Конечно, запитаны тогда Я могу сказать, что мы одни из первых в России На Гуанас перевели весь пассажирский транспорт Вот так вот Что делает честь? Делает честь Во-вторых, мне очень приятно, когда выходишь на основку Не то, что приятно выходить на основку, стоять там 10 минут Но когда ты знаешь, что ты будешь стоять 10 минут А не 20, не 30, это уже хорошо Во-вторых, когда видишь, что люди стоят со своими смартфонами Причем не только молодежь Молодежь-то им все равно Они стоят и стоят им куда торопиться А вполне нормально люди смотрят Вполне нормально, в смысле более старшего поколения 40 плюс, да, условно говоря, 40 плюс люди стоят с смартфонами Смотрят и как бы уже понимаешь Напряженность у нас пропадает Я думаю, даже и характер на жалоб меняется Совершенно верно Как оцениваете, кстати, уровень внедрения В нашем городе обхват С проектом умная остановка, конечно, существенно В разы снизилось именно количество жалоб Связано именно с расписанием работы транспорта Существенно, примерно, если так вот До внедрения умных остановок 50-60% жалоб Это было именно где автобус, почему задержался И так далее, и так далее То сейчас это количество 20% У нас сколько сейчас умных остановок-то уже? 16 16 именно работающих, да? Да А не работающих Нет, имеется в виду, что вот уже, как бы, которые есть Еще будет расширяться сеть это? Ну, судя по всему, что да Как бы мы мониторим оценку граждан И свои, как бы, отчеты в администрацию предоставляем Что, как бы, действительно сервис пользуется Очень хорошим спросом у жителей И, в принципе, даже, по-моему, если память не изменяет Девятый канал в свое время 51% жителей поддерживают этот проект Внедрение умных остановок Да, да, да Решение окончательное зависит от администрации Ну, конечно, конечно Но мы же, насколько помним, вы же спрашиваете горожан Где поставить умную остановку Совершенно верно Опросы проводите Напомните суд работы умной остановки Для тех, кто, возможно, еще не допонимает Ну, если, как Николай сказал, что Желательно простым языком Ну, то есть, грубо говоря, за счет данных со спутника Мы в режиме онлайн Примерно с частотой Каждые 20 секунд Получаем координаты Скорость, направление движения И своими специальными алгоритмами адаптивными Просчитываем прогнозное время И выводим это Либо на умной остановке Либо на сайт Либо в приложении Это все наши местные разработки Да Исключительно Мы нигде их не позаимствовали Нет, Яндекс приезжал к нам В принципе, мы начинали вести переговоры Что у нас алгоритм более умный Нежели у них Почему? Потому что мы же постоянно еще В систему вбрасываем корректирующую информацию За счет работы диспетчеров То есть, если диспетчера работают в круглосуточном режиме Они постоянно вбрасывают корректирующую информацию в систему А что это, например? Ну, например, как бы, если пробка Выясняем, прогнозируем Сколько пробка длится будет Сошел автобус с маршрута Выясняем, насколько он сошел Встанет ли он снова Вот такие вот вещи То есть, там помимо данных Глонассовских спутников Еще вмешивается человек живой Диспетчер, который адекватно видит картину Постепенно от этого будем все-таки выходить От человеческого фактора Но мало ли что Или не обойтись все-таки без реального человека Без диспетчера, сидящего за техникой Ну, технологии на месте не стоят Да, конечно Я думаю, что рано или поздно Компьютер существенно, как говорится Вытеснит человеческий фактор Но пока об этом говорит рано Пока все-таки остается так Ну, если брать там более, скажем Продвинутую технологическую отрасль, как авиация Да, там в любом случае Более высокая там Технологичность, что ли Да, там люди по-прежнему Диспетчер, кстати В авиации, в аэропорте По-моему У него смена всего лишь Два или два с половиной часа длится Потому что огромная Огромная нагрузка И количество информации Вот эти самые большие данные Которые человеческий мозг должен перерабатывать Так, ну и на этот год по планам По умным остановкам Уже есть какие-то? Или еще пока Так, на этот год На этот год Ну, тут, во-первых, будем в любом случае С администрацией всю свою работу корректировать Поэтому пока я думаю, что рано об этом говорить Все-таки бюджет тратит свои средства На установку Установку, собственно, этого Ну, видите, как бы Мы больше сейчас концентрируемся на том Чтобы Это же на их надо Запитывать электроэнергию Обслуживать, содержать Профилактика И так далее, и так далее Вот на этом Наша основная задача Вот в этом заключаться Есть ли случаи порчи умных остановок? Я помню, раньше были Но как-то в последнее время не слышал Ну, да Нужно отметить, что В принципе, вот фактов Вандализма практически нет Практически нет В последнее время? В последнее время Ну, да Ну, там, не знаю Хулиганские можно Ну, максимум Снежком там кинут И так далее Я думаю, от этого-то защищено Все равно Да, там будет Даже с антиводальное покрытие И так далее Да Александр Рыболовлев Директор Центральной диспетчерской службы У нас в дневном развороте Настало время небольшой паузы Мы скоро вернемся Николай, давайте напомним о том Что у нас есть еще и опрос На сайте И на нашей странице Вконтакте Я бы срочем напомнил Я, к сожалению, сижу без подсказок Без компьютера Поэтому могу сказать лишь только Есть опрос Есть опрос Общественный транспорт в Кирове Слушатели, уважаемые Ходит по расписанию Ходит как хочет Не знаю Я не пользуюсь Общественным транспортом Три варианта ответа На странице Вконтакте Ходит как хочет Я с этим вариантом, кстати, не согласен Я проголосовал за то, что ходит он по расписанию Я в основном в последнее время Ну, зимой меньше езжу на автомобиле На своем пользу Автобусами В основном, там, двумя-тремя маршрутами Я выхожу на остановку к одному времени Он всегда приходит в одно и то же время Этот автобус Я выхожу не к одному времени Я перед тем, как выйти В любимое приложение захожу Что, может быть, мне не стоит Пока еще пару минут Там можно дома посидеть Хотя, да А, да Я сказал, что лидирует вариант Ответа Ходит как хочет На странице Вконтакте И тот же вариант Номер один на нашем сайте Хакерова.ру Такие результаты Ну, другое дело, конечно Ну, бывают, конечно, случаи Когда чуть позже приходит автобус на остановку И потом чувствует, что водитель начинает торопиться Где-то начинает нарушать Например, поворот налево осуществляет Не из крайнего левого, а из среднего ряда Вы тоже отслеживаете эти вопросы Или это не совсем Правила дорожного движения Мы не отслеживаем водителя Мы максимум, что можем Это отслеживать скоростные режимы То есть это да Это мы можем Ну и как там ситуация сейчас состоит Ну, как правило 60 километров По правилам допустимо Да, иногда бывает То есть не более 60 Ну, да Но у нас нет задачи По крайней мере, нам в нее никто не ставил Вот, Александр Николаевич, смотрите Ну, все равно вот эти вот вопросы Связанные там с расписанием Впрочем, это снова прерогатива перевозчика Да, то есть вообще-то Отвечать за это должен перевозчик Чтобы автобусы ходили по расписанию Ну, естественно, как бы Это его основная задача Мы являемся лишь организацией Которая мониторит, формирует отчеты Предоставляет этой администрации По результатам этих отчетов Администрация уже принимает санкции к перевозчику Но все жалобы стекаются к вам Ну, просто так удобнее для людей Насколько я понимаю То есть есть единый номер Вот почта Там через приложение И так далее, и так далее А мы уже непосредственно начинаем Писать обращение в адрес перевозчиков Добиваемся ответа Чтоб реакция была И в соответствии с законодательством В течение 30 дней мы обязаны предоставить То есть ответ даете уже вы, да? Ну, в том числе То есть перевозчик дает вам Вы даете ответ Совершенно Просто нам проще, чтобы Людям же проще один телефон Как бы, да, нежели там Какие-то много разных Вот именно так Ну и всегда копию в администрацию Чтобы были в курсе Формировали статистику А чаще чего-то сейчас Вот на что жалуются Когда перестали в основном на расписание? Ну, хамство кондукторов Дальше курение вот в салонах Курение в салонах? Не искоренили все-таки мы еще Ну, есть такая проблема Честно говоря, давно не сталкивался с этим Ну, тем не менее Как бы такая проблема есть Перевозчики борются С административными там Какими-то механизмами Взысканиями В том числе Это имеется в виду курение пассажиров? Нет Или водителя? Водителя А, водителя Ну, вот нет Вот это с этим сталкивался Когда было-было Ну, дальше Как уже говорил Хамство кондукторов Бывает такое Ну, хамство тоже Зачастую понятие такое Субъективное Ну, тем не менее Всякий раз поймешь Кто-то считает Повышенный голос Это все тебя уже Оскорбили Унизили Нет, ну, иной раз Просто когда слышишь Как пассажир начинает Говорить с кондуктором Честно говоря Кондуктора понимаешь Ну, я согласен с Николаем Что да В том числе Как бы мы иногда И разговариваем с кондукторами И они объясняют То есть действительно Как бы не всегда Бывают объективные Жалобы Это нужно понимать Ну, с другой стороны Я в последнее время По-моему Стал чаще встречать Кондукторов Которые заходишь Подходит она к тебе Обелечивать Здоровается Потом говорит Пожалуйста Вот это как раз Как бы результат Работы Потому что мы же Почему я говорю Что мы в течение 30 дней Обязаны дать ответ Жалобщику Поэтому как бы И с перевозчиками Выстроили определенные Механизмы Что оперативного Взаимодействия Поэтому как бы Тоже они стараются Я вам говорил До начала беседы В эфире О том, что я там Смотрю паблики Наши кировские В интернете Что пишут пассажиры Кировчане По-прежнему Там есть жалобы Все-таки На то, что на маршруте Слишком мало автобусов В том числе И в загруженное время Есть проблемы В вечерние часы Дождаться автобуса Совершенно верно Вы тоже тут контролируете Ну, ничего Речебов влияния у вас Особо нет Да почему В том числе И такие жалобы принимаем Но это уже больше В компетенции Именно администрации На предмет увеличения Числа автобусов Троллейбусов На маршруте То есть мы Не можем тут влиять Вы можете сигнал По крайней мере подать Такой, что да Люди условно говоря Там очень много жалоб На конкретный Сразу маршрута То есть Можно таким образом Повлиять на ситуацию Да Система контроля За тем, что происходит В салоне автобуса Вы какое-то опосредованное Все равно внимание Отношение к этому имеете Вообще это уже Вне нашей компетенции Да Но тем не менее Как бы На ближайшее время Попробуем На самом деле Как бы уже Наблюдение в салонах Есть Перевозчики потихонечку Как бы оборудуют Но это больше В их интересах Например Разбирать Так же вот эти ситуации Спорные Там связанные С конфликтом кондуктора Допустим С пассажирами Эти же самые ДТП Как-то разбирать Ну когда водитель Как-то там Ускорился Совершенно верно Ну это бывает Пассажиру Да Вот эти моменты А мы хотим А там когда водитель Ускорился Что-то можно рассмотреть Ну резко Тронулся Резко Тронулся Ну посыпались Да И вот эти вот моменты Дело в том Что видите Тут какая ситуация У нас же сейчас В том числе В стоимости билета И страховка пассажира Да Там есть Согласно правил Пассажирских перевозок Пассажир обязан Держаться за поручни Во время движения Если водитель Резко ускоряется Пассажир падает То в принципе Если он не держался То это его вина Вина пассажира То есть он не Благодаря этому Можно выяснить Есть ли страховой случай Либо нет его Совершенно верно А это как на дороге Если ты переходишь Дорогу в неположенном месте То извини Ты виновал Это понятно Да Вот А мы сейчас готовим Пилот по поводу Онлайн наблюдения То есть салонов Это как Ну Несколько камер Будут установлены В салоне автобуса Именно к нам на сервер Пойдут видеоданные Именно вот это И то что происходит внутри Совершенно верно А цель? Смысл? Цели на самом деле разные Это одна из целей Это и безопасность В том числе Как бы И например Разбор этих же конфликтов Спорных ситуаций То есть вот Такие две основные цели То есть это как бы Такой пилотный проект Вы его Это пилот А пробируете И потом посмотрите Стоит ли дальше Совершенно верно Не в открытом доступе Это будет Только у вас Только вам будет поступать Ну почему Вообще-то салон автобус Это публичное место Ну а тут надо смотреть Законодательство Да нет Как бы мы Не интимная сфера жизни С какой стороны Общественное место По-любому Ну да Общественный транспорт Общественное место То есть вот Поэтому как бы Будем пробовать Мы неоднократно Да встречались В нашей студии И каждый раз Александр Аркадьевич Говорил о том Что Опыт наш Кировский Стремятся перенять Специалисты Из других Из многих городов И вот мы узнали Буквально вчера Что опытом ЦДС Сейчас просят Просят поделиться Татары И узбеки Ну что Киргизы Киргизы Простите Киргизы Мне что Немножко в другую сторону Понесло Ну ты имел ввиду Видимо Республику Татарстан И такое государство Как Киргизия И Киргизия Да Делегации приехали Ну да Вчера как бы Были представители То есть Но они на самом деле Именно разный опыт Приходят Перенимать И не только Как бы со всей России Приезжали в принципе Уже проще сказать Откуда Откуда они приезжали Да Чем Откуда приезжали Им все интересно То есть Мы именно Достаточно хорошо Продвинуться Вот в части Организации Вот этих сервисов Мобильных Вот именно Алгоритма Вот этого Прогнозного Времени прибытия Вот это Интересно Дальше Ну это именно то Что разработка Именно местная Совершенно верно То что нет В открытом доступе И оплата Проезда карточками Вот особенно Как бы Единая карта У нас уже У нас же Школьник по единой карте То есть он С помощью него заходит В школу Оплачивает обеды Завтраки И по ней же ездит Вот именно это Соединение Двух разных систем В России Как бы еще пока Такая практика Не распространена То есть у них По одной карте Он в школу ходит Там оплачивает Свои завтраки Обеды А по другой карте Он ездит Их именно Интересует Интеграция Интересное Это соединение Потому что Опять же Возвращаясь к тому Что ЦДС вроде бы Где ЦДС И где школьники А у нас сейчас ЦДС собственно Отслеживает школьника От и до То есть да Мама вернулась домой Да Это уже функция Не школы Получается А функция Центральной диспетерской службы Это очень интересно Пока не все школы Подключены К этой системе Ну понимаете Система добровольна На самом деле Во всех школах Кто уж как хочет А кто принимает решение Руководитель школы Или каждый конкретный ученик Родители Конечно родители Пользоваться ему картой Или не пользоваться Это прерогатива родителей Куда нужно приходить В ЦДС непосредственно Если возникло такое желание Да на пятницу Много это времени занимает Да нет Несколько минут Там буквально прийти Активировать Совершенно Идут люди сейчас Востребованы Эта услуга Или как-то волна уже прошла Обычно идут Ближе к первому сентября Ну очевидно Ну вот я не знаю У меня просто одна знакомая Недавно совершенно Почему-то узнала об этом Да вот она говорит Все побежала Побежала Потому что столько проблем Ну на самом деле Ну что говорить У тебя тоже скоро подрастут Ты тоже об этом Ну да Время быстро летит Что значит Ушел мальчик в школу Что значит Когда он вроде бы Не вернулся И где он И как он Ну я помню Александр Аркадьевич Говорил в нашей студии Один из основных Смыслов Вот этой интеграции Этих карт Родители уважаемые Инструмент контроля Для родителей Ну пусть он лучше Нормальный обед В школе купит Нежели пойдет В соседний магазин Купит тебе там Шоколадки Какой-то газировки Не слишком здоровой пищи На самом деле Ты видишь Как он перемещается Что действительно Он едет домой Да Действительно Он сейчас вот там-то Знаешь Ну просто спокойно Спокойно Дело даже не в том Что там Туда он поехал Просто ты видишь Где он Даже если он поехал Не туда Ты все равно Видишь где он Это уже хорошо Совершенно верно Еще возможно Какие-то планы есть Подключить еще Какие-то услуги Сервисы Завязать на эту Транспортную карту Конечно же есть Но я думаю Сейчас пока рано Я единственное Что скажу Где-то через месяц Мы запустим Онлайн пополнение карт Онлайн пополнение карт Транспорт Так давайте поясним Это на самом деле Достаточно Была такая проблема Острая Тем не менее То есть пока сейчас Нужно идти В банкомат В банкомат Для того чтобы пополнить Терминал По школьному питанию Изначально проектировалась Система онлайн Работы А по транспорту Вот была такая проблема Я думаю Через месяц Мы как бы уже Презенту Уже начнется такое внедрение Как бы уже можно было Ну сейчас Происходит обновление Программного обеспечения Это примерно как бы Месяц На счет тестовое испытание Там все провести Будет онлайн пополнение Это как все будет происходить Ну то есть Чтобы вам поважить Деньги на транспортную карту Не нужно было Ити непосредственно В банкомат С домашнего компьютера Совершенно верно Либо через мобильное приложение Либо Там не знаю С домашнего компьютера Как вы сказали Либо через какой-то сайт Там как угодно То есть Ну как обычный платеж То есть Через карту У тебя есть прибор Ты собственно совершил платеж Никуда не ходил Очень удобно Это действительно Очень важный шаг Как бы Я думаю Что это Дальнейшее развитие Системы Сильно стимулирует То есть Мы прогнозируем Что будет спрос на эту услугу Комиссия в этом случае Или пока еще вопрос Все будет в соответствии С законодательством Нет Никакой комиссии не будет Не будет комиссии Никакой Сколько сейчас банков Участвует в системе Ну где-то 3-4 То есть мы открыты Три-4 банка То есть это в принципе Зависит от самого банка Да конечно Напомните В чем там суть системы Когда банковской карты Можно расплатиться За проезд Или я что-то Не то припоминаю Наверное не совсем Когда Сбербанк Присоединяли Это была акция Проводили Когда оплата Банковской карты Непосредственно В салоне автобуса Но тут понимаете Спорные моменты С одной стороны Говорят что Не передавать карту Третьим лицам Как можно меньше Показывать Светить ее С обратной стороны То есть Как бы Тут очень нужно Осторожно К этому делу подходить Изучали опыт Других регионов Там в принципе Появляются Какие-то непонятные Транзакции Там есть проблемы Сейчас я думаю Об этом не надо Ну слушай Даже когда мы говорим О банкоматах Говорим что Ребята У банкомата Не делайте Того не делайте Того там Старайтесь сделать Так-то Там стоит наблюдение И вдруг ты начинаешь В автобусе Своей картой махать Ой я думаю Простор просто Для жильников Открывается Великолепный Так у нас Время рекламы Между тем подошло Александр Рыболовлев Директор Центральной диспетчерской службы 211-101 На работе Общественного транспорта Мы говорим Продолжим Через полторы минуты Продолжается Дневной разворот Николай Голиков И Владимир Сметанин Ведущая передача Наш гость Александр Рыболовлев Директор Центральной диспетчерской службы К нашей беседе Можете и вы Подключиться 211-101 Напоминаем Что ЦДС контролирует Работу общественного транспорта Где Как Собственно Передвигаются Автобусы Троллейбусы По нашему городу Кстати По поводу Объявления Остановок В автобусах И троллейбусах Я Реже стал стал Сталкиваться С этим Когда не объявляют Но все-таки Встречается Николай Обращали внимание Да Обращал внимание Но мне кажется Опять же вопрос К перевозчикам Потому что Это вот чисто То что происходит В салоне Это вопрос К ним Ну а это все-таки Обязанность Или рекомендация Перевозчикам Объявлять остановки Должны Должны Большинство Большинство Работает А если нет Автоматического Аудио В записи Объявления Кондуктор должен Ну по правилам Да По правилам Либо водитель В громкую связь Есть жалобы на это? Да Особенно зимой Ну их не так много Но Когда окна застыли Совершенно Да не видишь Да иногда бывает такое Что не очень понимаешь Сидит ребенок И он колупает Вот указательным пальцем Да ладно ребенок Я сам сижу колупаюсь Ну и к тому же Периодически Вижу этих людей Которые например От ЖД вокзала Куда-то едут Да по городу И они подходят Кондуктору Ну понятно что Не местный человек Ему трудно конечно Сориентироваться Во всем В этом Тут конечно еще вопрос Туристической привлекательности Да В том числе да Потому что Запоменяешь город По первым впечатлениям Последним Да Александр Петрович Вы как-то завязаны На этой теме Повышение туристической Привлекательности Нашего города Ну Таких Умные остановки Мне кажется Это как раз Одна из таких вещей Нет ну надо же Прекрасно понимать Вот там Он же показывает Только маршрут И время его прибытия К этой остановке А куда он идет дальше Там непонятно Слушай ты можешь просмотреть Вообще весь маршрут Что за чем следует Я недавно кстати Пользовался Вот именно тем Что сидел И следовал По неизвестному Немножко ехал маршруту Мне Вот нужно было доехать И слушай Я сидел просто посмотрел Успокоился Я понял когда мне выходить Что мне делать Ну да А почему бы там На ЖД вокзале На автовокзале Не поставить Какие-то терминалы Для скачки То есть Или информацию какую-то Для того чтобы Можно скачать Мобильные приложения И так далее Мне кажется Это уже излишне Совсем А вообще Вот Александр Аркадьевич Вот смотрите Понятно да Человек там На остановке Но те же люди Которые ну скажем Не видят У нас и те есть Никуда же не делите Совершенно верно И не очень хорошим зрением Люди с ограниченными Возможностями Ну вот смотрите Буквально на днях Нам от руководства Города пришла Задача Как раз вот С подачей Всероссийского общества Слепых Кировского отделения Да Кировского отделения Рассмотреть возможность Создания некого Голосового помощника На базе Приложения Вот этого Мобильного Ну я думаю Что нам где-то Месяца два Я думаю Что мы сделаем Такую штуку А можно поподробнее В чем там Суть-то Ну понимаете Если он видит Слабо Или плохо Видит То есть некий Голосовой помощник Он спрашивает Вот мне там Когда придет автобус Телефон Вот такие вещи Типа OK Google Вот что-то OK CDS И весь функционал Когда будет Через сколько И так далее И так далее То есть опять Вы сами разрабатывать будете Все обеспечение программное Ну Либо сами Либо кого-то будем искать Как бы Надо смотреть Как бы Я могу вам сейчас рассказать Про всю специфику Этих Библиотек Google Вот с Владимиром На улице Мы предварительно Проговорились На улице До начала программы Есть свои нюансы Если там для бесплатного Пользования Библиотеки в принципе Есть Они хорошо работают Библиотека это Что там Что в ней Библиотека это Грубо говоря Некий файл Компьютерный Так если по простому Который как раз Вот определенную функцию Распознавания голоса Реализует Есть коммерческого Использования Есть бесплатного Бесплатно Немедленно работают Вот Поэтому Это же бизнес Да Понятно Все бесплатно Трансконкинентально Это все понятно Да Ну то есть это вот Вполне реально То есть человек Просто выйдет на основку Скажет там Когда придет 23 автобус Совершенно верно И я думаю Что мы здесь будем В любом случае Очень плотно Сейчас сотрудничать Именно с региональным Нашим представительством Общества слепых И именно стараться Адаптировать этот сервис Непосредственно Для людей Вот Этой категории Да я думаю Будут пользоваться Не только люди С ограниченными Возможностями зрения Молодежь наша Любит поговорить Со своими гаджетами Они потом тоже Активно начнут там Где мой 23 автобус Ну посмотрим Вполне возможно Не исключаю И такой вариант А для других категорий Людей с ограниченными Возможностями Вот эти подъемники У нас есть В некоторых автобусах Вы следите за тем Как они используются Или это перевозчики Все таки Это уже не в нашей компетенции Это больше с перевозчиками Надо конечно же Я честно говоря Ни разу не наблюдал Картину Когда например Инвалид колесочник Пытается воспользоваться автобусом Они вообще востребованы Не востребованы Я не видел этого Это на самом деле Вопрос такой очень интересный Действительно Востребованы или не востребованы Просто помните историю С пешеходным переходом С подземным пешеходным переходом Новоросского В площади Конева Когда потратили миллионы рублей И эти подъемники Они просто не работают То есть неэффективно Использование бюджетных средств Отчасти да Ну то же самое с автобусом Я просто не знаю Я не видел Я не видел Это не значит что этого нет А еще смотрите Вот вопрос Только вот Остановка умная Классно Все хорошо Крыша есть Стены есть Висит табло Если что Там спросил В Казани Уже там делают Кондиционеры на остановках Да Кондиционеры уже есть В других крупных городах Есть пункты обогрева даже А это как Зимой А там стоит Ну как называется Конвертер Или как он Тепло В общем Тепло Отслеживаете Наши зимние города Конечно Я все инновации Которые в мире происходят Всегда Отслеживаю Как бы Могу сказать А еще там зарядки Для телефонов Для смартфонов И в том числе Это опять же Выходит Немножко За наш Основной Так это все Что мы о чем говорим Почти все Выходит Но тем не менее Тем не менее Делали мы эксперимент С инфракрасным обогревателем Да Действительно Такая штука работает Но Нужно решать вопрос По электроэнергии Кто за это будет платить Тем не менее Как бы Мы сейчас готовим Тоже Один из пилотов Есть Инфракрасный обогреватель Это Красный свет С вачопечка Да нет Не пугайте людей Нет Просто Отличие его Если просто поставить Обычный калорифер На открытом Процессор Ну он воздух Будет греть И ничего более А красный обогреватель Непосредственно Нагревает объекты То есть Людей фактически Будет обогревать Которые будут Либо Ветер это тепло Выносить не будет Совершенно Понятно А где эксперименты Проводили Если уж не секрет И как У себя на территории Совершенно верно У себя на территории Именно ждали Отрицательную температуру Пришли к выводу Что 0,8 кВт мало Надо 3 кВт Инфракрасный набивать 3 кВт Ну это в общем-то Уже не мало Но вы должны понимать Что он же не в постоянном режиме Будет работать Как бы да Там постоянно То есть Человек пришел Включил Ну вот что-то типа такого Типа того да То есть вопрос-то упирается В то что Кто за это будет платить Да Когда мы посчитали Что достаточно Электроэнергии Очень затратно Кстати мы помним Что активно Бизнес Откликался на организацию Обустройства остановок Общественного транспорта К примеру В центре города Да Когда Там крутится реклама Определенная Но Инвестор вкладывает Деньги свои Продолжается ли это сотрудничество По обустройству таких остановок Или это больше Вопрос с компетенцией Администрации Конечно Ну я думаю Что да Наверное продолжается Почему нет Ну это администрация Все равно Все зависит Вот смотрите У нас здесь был Совсем недавно Министр транспорта Наш областной Да Михаил Николаевич Поршнев Вот он же так уже Конкретно говорит Что есть определенные мысли Понятия Что будем делать С городской Вот этой транспортной средой Да По поводу светофоров По поводу левых поворотов По поводу освобожденных Выделенных полос Да Для общественного транспорта Это все равно В конце концов К вам придет Михаил Николаевич По поводу выделенных полос В частности сказал Что на центральных Широких улицах Это в общем то Можно попробовать Он даже сказал Нужно попробовать Вопрос конечно Очень Попробовать можно Все что угодно Да Но я думаю Что тут нужен Некий системный подход Более того Как бы Мы в том числе Этим вопросом Занимались И моделировали Эту вещь Тут понимаете Нужно понимать Один момент Что если Выделенную полосу Делать Это вот Правая полоса Да В том числе Будут финансовые затраты Например Организации Заездных карманов Остановок Площадок Для Стоянки Автомобилей В том числе Вот эти вот Задачи решать Нужно будет Вот смотрите Если сейчас взять Тот же Октябрьский проспект Снежно Правая полоса Она заставлена Автомобилями Там где Во-первых Автомобили стоят Гораздо глубже Здесь уже сугроб Здесь соответственно Гораздо уже стало И соответственно Октябрьский проспект В самом и другом направлении Он сузился До одной полосы Практически да Я бы не сказал Хотя бы до полутора Ну когда еще Активный снегопад идет Там одна полоса Там уже Водители не рискуют Так близко притираться К друг другу Потому что есть возможность Что занесет Внизу лед тем более В общем нужно работать В этом направлении На ваш взгляд Конечно А вот эти все Вот смотрите Вы говорите Нужен там системный анализ Анализ-то кто будет проводить Вот по поводу светофоров На вас же опять же Все попадет Вам же Собирать первичную Эту информацию Большие даты Мы отработаем Будут задачи Мы конечно же Выполним Как бы есть определенное Поручение По светофорам От руководства города Мы сейчас Как бы готовим Информацию Сначала нужно Проанализировать Собственно Как это все работает Для начала Да А потом уже Ну конечно Вносить предложение Совершенно верно Кстати вот мы Говорим сейчас Да с точки зрения Пассажиров Да Обычных горожан Которые пользуются Общественным транспортом А вот послушать бы водителей Послушать бы кондукторов Может быть у них тоже Немало претензий Конечно Вы в курсе Этих проблем Естественно Я общаюсь И мне иногда Очень интересно Было А они какие предложения Вносят Какие высказывания Вы слушаете Другую сторону Потому что я с одной стороны Принимаю постоянно Жалобы на них Но тем не менее Я просто обязан был Проговорить по определенным Направлениям И с кондукторами И с водителями Но водители жалуются Ну Эти же самые причины Очевидные для всех Это брошенные Машины Это такси Которые Мешают им Отъехать с остановки Допустим Ну и так далее Кондуктора Жалуются Что там Часто бывают Выпившие люди В транспорте Хамят как раз Угрожают Ну то есть Чисто вот такие Человеческие Как бы Моменты Взаимных Претензий Ну да Вам приходится Как бы между быть Двух огней Зимой число Выпивших Наверное Увеличивается Мне кажется У нас не зависит От этого Зима у нас Кстати Пока еще Не слишком морозная Не знаю Может быть там 30 градусные Еще будут Но кстати Морозы прошедшие Они сильно сказались На работе Общественного транспорта Многие не вышли Нет Как такого На маршрут Причина не в этом Основная причина Как раз Это Вот именно Содержание дорог Вот это вот А морозы нет Только очень сильные Морозы могут Допустим В троллейбусе Есть гидравлические Жидкости Которые Могут замерзать Да Вот это вот Или загустевать Совершенно верно Но это надо Чтобы ниже 30 Было Но у нас пока Вроде бы Пока таких морозов Не было Я помню На эту зиму И не обещают Вроде бы Да Смотрим прогнозы Александр Аркадьевич Может все-таки Вот ваш такой Человеческий Взгляд Не как уже Руководители ЦДС Но все-таки Что нам делать Зимой С нашими улицами В областном центре Когда завалено Очень много всего Когда машинами Заставлено Ну как кардинально Увеличить пропускную Способность наших дорог Я уже говорю Не только об общественном Транспорте О машинах Обычных Вот я почему и говорю Что нужен некий Системный подход И поэтапно Его выполнение Ну хотя бы Ну хотя бы вот конкретно Ну что такое Если машины стоят Не по ложным местам Значит их нужно эвакуировать Правильно Эвакуировать Ну а какие есть варианты Ну вот Начинать стоянки организовать Опять же как у нас Говорят Новый сити менеджер Шульгин Говорил кажется уже О том что нужно Создавать какую-то Эвакуационную службу Муниципальную Ну это как бы Вот карательная страна Без привлечения сотрудников Ну а потом то и все равно Попривыкнут Попривыкнут Как собственно в других городах Организация платных парковок Да Которая ЦДС Которая ЦДС Имеет непосредственные отношения Пока единственная На Комсомольской платная парковка Да Ну да Но сейчас мы Как-то по моим ощущениям Притормозилось это движение Я поясню в чем В чем притормозилось То есть мы же ее хотели Запускать в автоматизированном Полностью режиме И поэтому подписывали Определенное соглашение Сейчас ждем Банковское оборудование Чтобы все это переоборудить Задержка идет именно с Москвы Как бы Именно по поставке Технителя Да Да И Когда Все это Свершится Это еще месяц Наверное нам надо Бот на это Но у нас больше будет Все-таки платная парковка Прорабатывает этот вопрос Ну это вопрос больше К администрации Как бы тут Нам было поручено Разработать Сделать пилот Вот мы его сделали Есть определенная статистика Как бы да То есть Понимаете Как бы на платную парковку Тоже никто не будет Ставить машины Если кругом везде Можно поставить Не по правилам Дорожного движения Но бесплатно Раз можно Стоять не по правилам За это никто не наказывает Ну очевидная Как бы вещь Ну почему Есть риск Что эвакуируют Увезут Ну невысокие Если там встал Восторг Потому что эвакуаторов Мало А машин много О Это да Это замечаешь Ну на самом деле Когда Этим Этим начнут заниматься То решение Будет на самом деле Парковать Ведь это На мой взгляд Неплохая прибыль Для городского бюджета Вещь-то такая Если так Все дело развитие Если начать Если начать Пресекать Все случаи Когда парковка Незаконная Не по правилам И применять эвакуацию То Тогда человек задумается Что выгоднее Заплатить за платную парковку Причем не такие уж Это и страшные суммы Если разобраться Вот в среднее время Врать Сколько человек Там держит свою машину Нормально Вполне Даже в нашем Небогатом городе Это вполне нормальные цифры Спасибо Спасибо Вот так и стекло Время программы Дневной разворот Наш гость Александр Рыболовлев Директор Центральной диспетчерской службы Успехов в работе Информируйте нас О том Что происходит И почаще Потому что у вас Все очень быстро Очень много всего интересного Так что приходите Но мы на работе Сконцентрированы Поэтому Биткоины Нейтронные сети Мы начали общаться Искусственного интеллекта Там еще за кадром И биткоины И блокчейн Спасибо Николай Голиков Владимир Сметанин Мы не прощаемся До встречи в культпоходе Через 20 минут